Приветствую вас, и расставание с девушкой, безусловно, очень серьезно, да, и состояние после вашего расставания нельзя назвать депрессией, потому что депрессия – это психическое заболевание, основанное на длительных негативных установках, которые формируются в сознании и подсознании человека. Вот, скорее, свое депрессивное состояние, и связано оно с тем, что сознание не может адаптироваться к изменениям условиям, ведь вы привыкли, жизнь вашей девушкой привыкли ориентироваться в своей жизни, в своем быту на нее, привыкли к мысли, что рядом с вами есть любимый человек, вот раз, и вы с ней раздаетесь. Конечно, это очень печально, очень больно, тяжело переориентироваться на новой реальной жизни. И вы знаете, у вас есть два пути развития этой ситуации, То есть, вот два пути выхода из депрессии. Первый – это попробовать отношения с девушкой восстановить. То есть, тут нужно понять, в первую очередь, почему вы расстались со своей девушкой, что заставило вас разойтись, и исправить те негативные моменты, которые были с вашей стороны. То есть, вот то, что у вас было неправильно с вашей стороны, то нужно подправить, подкорректировать немножко, и показать девушке, что вы изменились, что вы не собираетесь совершать те же ошибки, которые раньше совершали. И тогда, если она рассталась с вами по результате реакции на ваших поведениях, какие-то его элементы негативные, то она постепенно к вам вернется, если поймать, что вы изменились. Если расставание было связано с естественным угасанием чувств, такое бывает, то тогда давайте определимся так. Вот вы к девушке как относились? Вы ее, наверное, любили. Если вы любили девушку свою, значит, желали ей счастья. Если она с вами рассталась, логично предположить, что ей сейчас более счастливее, чем с вами. Она сейчас более счастлива. Соответственно, возникает вопрос, почему вы, вместо того, чтобы радоваться за свою девушку, когда любишь человека, хочешь сделать его счастливым, но вы, вместо того, чтобы радоваться за человека, пара в депрессии. Получается, что вы с ней были для себя. В противном случае, вы бы радовались за нее, и сами жили бы дальше. Но вы впали в депрессию. Вы, значит, были с ней для себя, осуществляли какие-то свои потребности и желания с ее помощью, и без нее вы потеряли возможность это делать. Вы потеряли возможность осуществлять свои желания. Вам, девушка, нужна была для чего-то. Сообходимо эти ваши желания, которые вы реализовывали с девушкой, понять, осознать и начинать, достигать этого без привязки конкретному человеку. Потому что отношения можно построить только будучи полноценным, реализовавшимся личностью. А если вы будете строить отношения, используя человека как средство, воспринимая его как средство, то хорошего из этого ничего не получится. Потому что для успешности отношений и отношений личность в них всегда является самоцелью. Она не является средством. А в вашем случае девушка являлась средством. Конечно, вы можете сказать, что вы рядом с ней чувствовали себя мужчиной, чувствовали себя нужным и так далее. Видите ли? Нужным можно чувствовать себя не только в девушках. Нужным можно чувствовать себя где угодно, если правильно реализовать свой потенциал. Если правильно реализовывать свои способности, свои склонности, свои желания. И для этого вам девушка не нужна. Нужно просто понять, что вам нравится и добиваться успехов именно в этой деятельности, не ориентируясь на, собственно говоря, на кого бы то ни было. Дальше. Из депрессии, из депрессивного состояния, естественно, нужно выходить. Каким образом? Понимаю, это прозвучить для вас несложно, но нужно делать то, чего вам не хочется. То есть, общаться с другими людьми, общаться в том числе с девушками, куда-то ходить, куда-то ездить, получать новые впечатления и так далее. Что произойдет? Благодаря новым впечатлениям, вы вытесните эмоции, связанные с девушкой за пределы своего сознания. А если построите график своих дней так, что у вас не будет времени ни на что, то есть, что вы будете уставать очень сильно, то очень быстро все надуманное вами уйдет и останется только лишь основанием, самое-самое истинное, самое искреннее то, что вы чувствуете. И вы поймете, что девушка, в общем-то, вам была нужна для чего-то. И что вы где-то в глубине души осознавались, что у вас не факт, что что-то получится. Вот эта усталость, смена деятельности, новые впечатления отвлекут вас. А потом, когда вы вернете с вниманием на эту проблему, вы увидите ее с чистого листа, вы увидите ее незамыкненным, незащуренным взглядом. И вы увидите ее так, как она есть. И это станет для вас началом новой жизни. Обязательно нужно общаться с другими девушками, обязательно нужно общаться с другими женщинами, чтобы чувствовать от них внимание, чувствовать от них востребованность. Так вы будете сравнивать их отношения с девушкой и понимать, что, в общем-то, она вас, попросту говоря, не оценила. Она вас, попросту говоря, не отознала, какой вы рядом с ней были. И в сравнении вы поймете, что то, что было у вас, это была лишь тень тех отношений, которые у вас могут быть в действительности. Потому что, если отношения развалились, то очень давно уже они не являлись тем, чем вы себе их представляли. Вот примерно так вам нужно себя вести, и тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.